И всем привет! Вы на канале Тековка ТВ. И сегодня мы будем снимать распаковку кое-какой игрушки. Ну, думаю, как бы по названию видео вы уже догадались, какой игрушки. Что ж, мне её, так скажем, заказали с интернет-магазина. Я сходила в пункт выдачи игрушки и забрала вот эту коробочку. Я, так скажем... Блин, господи, что она так делает? Я как бы удостоверила, что это она. Там было написано, мне её дали, всё хорошо. Её даже распаковали, то есть посмотрели. Перед тем, как мне отдать, её распаковали. Сказали, что это та игрушка, которую я заказала. Вам, наверное, интересна какая-то игрушка. Но сейчас давайте её посмотрим. Кстати, заказывал я с интернет-магазина abtoy.ru abtoy.ru, да, такое название. Это магазин игрушек и всякого такого. Что ж, давайте посмотрим. Тут всякая информация. Так, давайте сейчас распакуем. Так, господи, а как? Ой, мама. Я, кстати, таких коробок не видела раньше. Так. Дикольно. А как дальше? Так, стоп, вот это... Как это он... Клинику паковали. Боже мой, боже мой. Я думаю, вы уже видите, что это. Это он. Это он, да. Что это такое, господи, боже мой. Слави. Как я поняла, мне решили сделать подарок. Либо кто-то узнал, кто я. Что это такое котовая. И решили мне предоставить такой подарок. Вау, это какая-то птичка. Слави. Аква свирей. Чего? Ребята, напишите в комментариях вот такое... Знаете, это... Это свистулька такая, как я поняла. А почему аква? Она может в воде менять цвет? Нет? Так. Давайте разберемся попозже. Но, в крайнем случае, большое спасибо этому магазину за предоставленный подарок. Как бы я ее не заказывала. Как бы, ну, спасибо большое. Вот, кого я заказывала. Луну! Да, ребята, я заказала Луну. Сейчас быстро положу ее. Коробочку пока что уберу. А, господи, не. Меня эта коробка смущает. Она так странно. Выглядит так. С этим мы разберемся, наверное, попозже. Я немного шокирована, потому что это точно мое. Ну, по идее, это да, да. Так. Ребяточки, вот, я заказала Луняшу. Так скажем, это небольшой подарок на 1 сентября. Вот это милое создание. Принцесса Луна с разноцветными волосами. Вот она. Это такая коллекция. Тут девочка с волосами и у нее Луняша. В коллекции шло две принцессы. Это Селистия и Луна. Но, так скажем, я Селистию не очень люблю. Я ее тоже люблю, но не очень. Я люблю Бостева Луна. Это мой любимый персонаж. У меня уже раньше, до вот этой вот большой Луны, так называется, была вот такая маленькая Луна из коллекции вот таких вот кристально-светящихся пони. Она вот так сияет, потом моргает, потом вот так вот как тушится, затушенная, не знаю. Ну и четвертый режим это выключение. Вот такая Луна у меня была. Вы знаете, по многим сериалам, по многим моим сериям, даже распаковкам. Вот это моя любимая Луночка. Давайте поставим ее сюда. Но, честно говоря, вот эту Луну я решила заказать, потому что... Ну, секрет-секрет, потому что секрет-секрет. Ну, не бойтесь, скоро вы узнаете этот секрет, хотя, возможно, я уже пробалтывалась. Да не, вроде не говорила. Ой, мама. Вроде не говорила. Вообще, я еще купила ее, потому что мне она очень понравилась. Я люблю вот такие вот, как довольно-таки большие пони. Посмотрите, она блестящая. Так, давайте начнем распаковку. Сначала посмотрим сзади. Сзади вот у нас показана девочка счастливая, которая играет с Луной. Она написана Принцесса Луна, Принцесса Луна на разных языках. Так, тут по-английски. Ой, мама, по-английски. Если не ошибаюсь, сразу говорю. Вы можете меня поправить в комментариях, написано. Это Принцесса Ночного Неба сияет, как звезда. Вроде. Я, честно, с переводчика не переводила. Я по своему знанию перевела. Видите, тут указано, что в коллекции две пони. Именно Луна и Селестия. Так вот, у меня один вопрос. Может, это, конечно, сделали специально. Почему Луна, она такой же размер, как Селестия? Потому что в мультике я точно помню, что Селестия чуть-чуть побольше. Она же старшая сестра. Ну, наверное, так и решили сделать, чтобы, ну, как бы, они были из одной коллекции и были одинаковые. Что ж, давайте ее посмотрим внимательней. Так, впереди на упаковке изображена мордочка нашей Луны. Написано, Принцесса Луна 3+. Фирма Hasbro. Ее пароль, код. Девочка счастливая с Луной. Кстати, что хочу сказать. На картинке изображена, ну, так чисто эта информация, девочка-брюнетка. Тогда как с Селестией изображена девочка-блондинка. Ну, я думаю, все поняли, почему. Там Луна, Солнце и Линьянь. Написано Мальтл Пони. Тут радужный фаун. Потом. Сбоку у нас все прозрачно, чтобы мы ее со всех сторон посмотрели. Ну, здесь фирмы, предупреждения всякие. Ну, текст о нем читала, надеюсь, вы поняли. Я, честно, сама еле поняла. Не переводила, честно. Так, тут что? Такое звук, ладно. Так, это внимание, опасность, удушение, мелкие детали для детей старше 3 лет. Ну, это всегда. И нарисована еще другая пони из коллекции, а именно Селестия. Что ж, давайте распакуем ее. Посмотрим со всех сторон. У меня есть бумажнички. Сейчас распакуем нашу поняху. Что ж, давайте открывать. Я более-менее попыталась ее как-то распорвать. Так, о, 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 луна, 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 как-то неудобно. О, готово. Так, упаковку я пока что кину. Вот она! Блин. У нее расческа, у нее расческа, как у маленьких пони. И она, не знаю почему, но мне это чем-то напоминает военный стиль такой. Не знаю почему, но прикольная расчесочка. Так, давайте ее саму достанем. Кстати, кстати, у нее такая вот защелочка прикольная. Вот эта вот, как вот у всех пони, я помню, вот. А у меня в детстве была пони такая маленькая. Ну, это я еще когда была маленькая, у нее тоже такая защелочка была. Большая пони. Я думала, они, кстати, не будут делать такие вот защелки как бы и большим пони. Но это Hasbro. Раз, встаем ее. Тяжело. Легко. Тяжело, легко. А-а-а, напрягована. Магия ножниц. Хотела это эпично сделать. Блин, господи, хуй бейли, подрезать волосы случайно. Прости, заранее, Луна. Фу, я не отрезала ей волосинки, даже не отрезаю. Магия ножниц. А-а, магия ножниц свершилась. Так, это мы пока что уберем. Вау, какая она прикольная. Ой, господи, она такая... Блин, она такая милая, как я люблю ее. О, боже, какие, какие они волосы. Как человеческие, такие приятные. Боже мой, какая она прикольная. Терческа мне так нравится, нравится. Ну, правда прикольная. Так, что ж, ставим поняху. Смотрим ее, так сказать, со всех сторон. Первое. У нее глаза прям вот, ну вот, прям вот как у моей Луняши. Такой же цвет бирюзовый. Только тени у нее из блесток. То же самое, как рог сделан из таких блесток темных. Так, и крылья полностью из блесток с этой стороны, а с другой стороны у нее фиолетовый, там, синий, как хотите. Мне кажется, она фиолетовая больше. Так, вот ее Китти Марочка. Она с одной стороны, с другой стороны Китти Марки нет. Кстати, у моей Луны у нее с противоположной стороны Китти Марки сделано. Потом. Все ее тело, я не знаю, видно ли вам на камеру, как будто из блесток. То есть, она вся блестящая. Правда, сверкает, как звезда. Моя любимая, блин. Такая прикольненькая. Так, дальше. У нее волосы такого, получается, я прям вот, я вижу тут и светло-синий, и какой-то бирюзовый, я вижу какой-то белый даже. Потом синий, фиолетовый. Блин, как это прикольнее, ей намешали волосы. Потом на хвосте у нее фиолетовый, синий и бирюзовый. Кстати, его побольше. У нее, так, соп. У нее такая штучка. Это, кстати, у всех пони. Так, вопрос, что можно, к чему ее можно крепить. Ага, зацепилась. Да, прикольная, блин. Расчесочка тоже прикольная, такая голубо-синяя. Волосики причесываем. Ребята, пожалуйста, напишите в комментариях, кто вам больше нравится, Луна или Селестия. Вот, мне просто интересно. Вот, как, по-моему, я люблю больше Луну, потому что она такая красивая. У нее такой красивый фиолетовый цвет. Фиолетовый, это мой любимый цвет. У нее очень красивые глаза вообще. Она такая суперская. Вы не смотрите, как я рада. Еще эта расчесочка. Так, давайте вернемся к вот этой штуке. Я, честно, вообще не знаю, что это такое. Но, как я поняла, что это что-то типа свистульки, только она свистит, если туда налить воду. Честно, про такие технологии я не слышала. Но якобы такие игрушки правда есть. Я, честно, не знаю, что это. Соловей. Соловей. Аква. Тут написано Свирель. Честно, такое не знаю. Тут в коллекции есть такой зеленый, бирюзовый, оранжевый, розовый и красный, синий. У меня красный. Вам, наверное, пока что он такой, как оранжевый. Потому что я вижу, что на камере видно, что это оранжевый. Нет, это красный цвет, если что-то красный цвет. Хотела вам сейчас сказать, что стоимость этой пони, блин, 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 волосы, составляет... Ну, вот вообще на сайте, которым я заказывала, это abatois.ru. Так, стоимость моей прекрасной лунинаши составляет 646 рублей. Это в этом магазине. А за доставку, если вы хотите, ну, 190 рублей. Я делала доставку, потому что там, где она была, это было мне нереально добраться. Это очень долго и невыносимо. Поэтому я сделала доставку. И мне кажется, это не так дорого, так как получается, что всего 836 рублей за вот эту пони. А в других магазинах, я точно знаю, что вот, например, в toy.ru она стоит 1900 рублей. И я решила, зачем мне за такие деньги покупать ее там, если я могу в этом магазине купить точно такую же луну. Ребята, подписывайтесь на мой канал. Обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки. И смотрите мои видео. И напишите в комментариях, кто вам больше нравится, Селестия или Луна. Посмотрим, сколько таких, как я люблю Луну, и сколько таких, кто любит Селестию. Но я ничего не имею против Селестии, так, если что. И напишите, снимайте мне сериал Селестия или со мной. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok